Доброе утро, друзья! Через колонаду Бернини я выхожу сейчас на площадь Святого Петра. На часах 6.45, а на площади уже стоит небольшая очередь. Люди стоят, чтобы пройти рамку металлоискателя и зайти в собор Святого Петра, который открывается в 7 часов. Обратите внимание, несмотря на такой ранний час, народ со всех сторон площади подходит и встает в очередь, чтобы пройти в собор. Очередь потихоньку продвигается ближе к рамке металлоискателя, и сейчас откроет собор Святого Петра. Очередь быстро увеличивается, ну а я ловлю момент поснимать для вас видео и показать, какая же красота в этот час на площади Святого Петра. Народу еще не так много, нас никто не отвлекает. Мы можем полюбоваться собором, колоннадой, площади Святого Петра и, конечно же, великолепным освящением в этот час. Не всем удается в такой час прийти на площадь. Даже те, кто приезжает в Рим, гуляют вечером допоздна, а потом не могут проснуться утром и пропускают такие потрясающие рассветы и моменты, когда просыпается Рим. Но у вас, дорогие мои, есть я. Я покажу вам эти великолепные моменты. Вы когда-нибудь задумывались, как освящали собор и площадь Святого Петра, когда не было электричества? Чтобы осветить базилику внутри, конечно же, использовались свечи. А снаружи базилика освящалась только по случаю очень важных религиозных праздников. Например, 29 июня проходил праздник, посвященный святым покровителям Рима Петра и Павла. Так вот в этот день снаружи базилика была покрыта тысячами факелов. На фабрике Святого Петра, которая была основана, когда начали строительство собора Святого Петра в 1506 году, была команда акробатов, которые и занимались зажжением факелов. Команда мальчиков-акробатов появилась уже намного позже, когда в этом была необходимость. Ну а в 1506 году работниками фабрики были архитекторы, скульпторы, каменщики. Так вот вернемся к мальчикам-акробатам. Они с помощью веревок спускались по кополу. Если кто-то из вас был когда-то на куполе собора Святого Петра, то рассматривая его сверху, вы могли заметить крючки, за которые как раз и цепляли веревки мальчики-акробаты. С помощью веревок они спускались по куполу, размещали и зажигали большое количество факелов от вершины купола и до основания церкви. Так с наступлением темноты собор Святого Петра выделялся и искрился, притягивая к себе еще больше людей со всего мира. Последнее освящение факелами было в 1938 году. От площади Святого Петра просматривается Вио Кончеляционе, улица примирения или согласия. Эта улица соединяет замок Святого Ангела с площадью и собором Святого Петра. А если быть точнее, соединяет столицу Италии с государством Ватикан. Примирение между Италией и Святым Престолом произошло после подписания Латеранского соглашения. Об этом я вам недавно рассказывала. Но мне сегодня хочется показать вам даже не улицу. Я хочу показать вам рассвет, как солнце поднимается и начинает освещать Рим и маленькое государство Ватикан. Так и хочется крикнуть, остановись мгновенье, ты прекрасна. Постепенно меняется свет, людей на площади становится все больше и больше. Уже пошли в собор и групповые экскурсии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но есть еще на площади такие места, где можно продлить удовольствие тишины и покоя. Это колоннада Бернини. Мы сейчас проходим с вами между колонн колонн колоннады Бернини. В колоннаде в четырех рядах насчитывается 284 колонны. С этой стороны колоннады мы видим рамки металлоискателя. По средам, когда Папа Римский проводит аудиенцию на площади Святого Петра, чтобы попасть на площадь, надо пройти рамку металлоискателя. Во все остальные дни рамку металлоискателя надо проходить только тогда, когда вы идете в собор Святого Петра. В рождественские праздники, которые уже не за горами, в колоннаде Бернини проходит бесплатная выставка 100 вертепов Ватикана. Я уже сходила позавтракала и возвращаюсь на площадь Святого Петра, где мне назначена встреча с гостями Вечного Города. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как видите, свет уже изменился, и первые лучи Солнца осветили собор Святого Петра. 7 декабря 1981 года на площади Святого Петра появилось мозаичное изображение Марии, а 8 декабря Папа Иоанн Павел II благословил новое изображение Марии. Герб и девиз Папы «Тотус тус» высечены внизу мозаики. «Тотус тус» написано на латыни. В переводе это звучит как «Весь ваш» или «Весь Христов». Это был девиз Папы Иоанна Павла II. За 6 месяцев до этого Папа Иоанн Павел II пережил покушение и почувствовал, что Богородица Мария спасла ему жизнь. А за год до покушения было подмечено одним из студентов, что на площади Святого Петра нет изображения Мадонны. После покушения по воле Папы на площади появилось изображение Мадонны. Папа подхватил идею, подаренную ему студентам, и пожелал, чтобы приходящие люди на площадь Святого Петра поднимали к ней взор и обращались к Мадонне с молитвами. Мы находимся на месте, на котором было совершено покушение на Папу Иоанна Павла II. 13 мая 1981 года была среда. Папа прибыл на площадь Святого Петра на встречу с паломниками. В этот день на площади собралось около 20 тысяч верующих. Папу провозили по площади на открытом, незащищенном Папомобиле. Даже и не думали о том, что найдется человек, который поднимет руку на Папу Римского. Машина медленно проезжала между рядами верующих. Папа Иоанн Павел II приветствовал всех. И тут один за одним прозвучали четыре выстрела. Папа побледнел, упал, и на его белой сутане появилось кровавое пятно. Папу быстро увезли в больницу, где врачи боролись за его жизнь. Потом, когда вся опасность была позади, Папа Иоанн Павел II поразил мир своим милосердием. Он посетил тюрьму и встретился с человеком, который в него стрелял. Они долго беседовали, их разговор никто не слышал, и в конце визита террорист поцеловал кольцо Папы. Потом Папа сообщил всем, что этот человек искренне раскаялся. Папа даже просил итальянские власти помиловать преступника. В 2000 году был святой юбилейный год, когда в четырех главных базиликах открываются святые двери. Люди проходят через них и очищаются от грехов. И в этот год стрелка выпустили на свободу. К тому времени он провел в итальянской тюрьме 19 лет. Но как только он вернулся на родину в Турцию, власти его вновь задержали за ранее совершенные уголовные преступления и приговорили его к 36 годам тюрьмы. Пока Аджа отбывал заключение, Папа Римский встречался с матерью стрелка и его братом. Мехмед Али Аджа, еще находясь в заключении, перешел из ислама в католицизм. А еще чуть позже подал заявление на предоставление ему польского гражданства. Он хотел провести остаток жизни на родине Папы Иоанна Павла II, но ему в этом отказали. Аджа вышел на свободу в январе 2010 года. Хочу показать очередь, которая стоит, чтобы подняться на купол собора Святого Петра. Все эти люди хотят подняться на купол. На купол можно подняться, воспользовавшись лифтом, или просто пройти весь путь пешком. Эта очередь стоит, чтобы воспользоваться лифтом. Поэтому моим туристам, которые планируют подняться на купол собора Святого Петра, я советую купить билет за 8 евро и пройти весь путь пешком. Так можно сэкономить время. Покупайте билет в кассе, проходите мимо этой очереди и идите к лестнице. Многие думают, что, воспользовавшись лифтом, их поднимут на самый верх купола. Но они ошибаются. Им придется преодолеть еще 320 ступенек. Ну а если же идти весь путь пешком, то придется преодолеть 551 ступеньку, но вы сэкономите время. Каждый раз, когда бываю в соборе Святого Петра, не могу пройти мимо работы Микеланджело, которую он создал в 24 года. Святая Дева Мария сидит на камне, а на ее коленях покоится безжизненное тело Иисуса, снятое с креста, знаменитая Пьета Микеланджело. Это была первая скульптура, которую Микеланджело создал в Риме. 27 августа 1498 года был подписан договор, по которому Микеланджело должен был выполнить работу в течение года за 450 дукатов. Мастеру пришлось работать по 24 часа в сутки. Пока он работал над скульптурой, заказчик умер, то ли по естественным причинам, а то ли от яда. Но вскоре эта пьета была присвоена папой Александром Шестымборджия. На ленте на груди Девы Марии можно прочитать «Микеланджело Буонаротти флорентиец создал это». Это единственная работа Микеланджело, которая была подписана. Было запрещено ставить свои имена на работах, которые были заказаны. Однажды вечером, когда Микеланджело был в соборе Святого Петра, он услышал, что в толпе кто-то говорит, что такую прекрасную скульптуру мог сделать только ломбардийский скульптор. И тогда Микеланджело решил подписать свою скульптуру. Он проник ночью в собор Святого Петра и выбил свое имя. Так, благодаря этому случаю, появился автограф великого флорентийца. 21 мая 1972 года в соборе Святого Петра было, как всегда, много народу. Среди них был австрийский геолог. Он напал на пьету Микеланджело и за несколько секунд нанес 15 ударов по скульптуре. Прежде чем его схватили, скульптура получила очень серьезные повреждения, особенно Богоматерь. Скульптуру отреставрировали, но она с тех пор находится за поленеприбиваемым стеклом. Из портика в собор Святого Петра ведут пять ворот. «Я сейчас нахожусь возле ворот Филарета. Это поистине историческая дверь, так как она была частью старой Константиновской базилики». Двери были сделаны по приказу Папы Евгения IV для Константиновской базилики, которая была построена в IV веке и находилась здесь до 1506 года. Затем Папа Юлий II на этом месте начал строительство нового собора, в котором мы сейчас находимся, и двери были перенесены уже в новый собор. Так вот, Папа Евгений IV поручил флорентийцу, известному как Филаретто, изготовить бронзовые двери. Работа над дверью была завершена через 12 лет, в 1445 году. На нижней панели изображено мученичество Святого Петра. Петра привели на холм Ватикана, где его распяли вниз головой. В центре изображены Святой Петр с Папой Евгением IV, стоящим перед ним на коленях. Петр — хранитель ключей. Он изображен здесь, держащим в руках Евангелие в одной руке, а в другой руке у него ключи. Он передает их коленопреклоненному папе Евгению IV, который заказал эту дверь. Каждый раз, когда я прохожу мимо этих ворот, я стараюсь остановиться и подробно рассмотреть их, потому что там очень много всего интересного. Об этих воротах надо отдельное видео снимать и рассказывать о них подробно. Я сейчас читаю очень интересную книгу про собор Святого Петра и уже подумываю над новым видео о соборе. Планов, конечно, много, вот времени у меня не хватает. А это, дорогие друзья, продолжение очереди, чтобы подняться на купол собора Святого Петра. Петра. Там вдалеке просматривается Святая Дверь. В 2025 году дверь будет открыта целый год, и мы обязательно с вами пройдем через эту Святую Дверь. Петра. 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 Рим, я хочу закончить его именно видеозарисовками утреннего Рима, но с разных площадей. Конечно же, покажу вам Испанскую площадь, фонтан Треви и Колизей. Я жаворонок и очень люблю утренние экскурсии. Летом часто у меня туристы просили начать экскурсию в 7 утра, потому что была сильная жара. Но даже сейчас, в октябре, я продолжаю проводить экскурсии, которые начинаются ранним утром. Когда экскурсия начинается в 7 утра, я уже в 6.30 нахожусь на месте встречи. И поэтому у меня всегда есть время, чтобы снять для вас небольшие видеозарисовки. Как только наладится обстановка в мире, я с нетерпением буду ждать вас, дорогие мои. И с вами, дорогие друзья, кто не смог приехать в Рим из-за сложной обстановки в мире, мы все-таки прогуляемся по этому прекрасному городу. Всем мира, добра и благополучия. Мы обязательно с вами встретимся. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. До новых видео. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, и пишите комментарии. До встречи! Я специально не накладываю музыку, чтобы вы послушали звуки утреннего Рима. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok.